Сейчас мы поговорим о том, чем отличаются западные, в частности, американские СМИ от наших. То, что сразу бросается в глаза, когда включаешь американское телевидение, это возраст. Возраст людей, которые работают в кадре. У нас как? Если девочка, которой 23 или 25 лет, она не телеведущая, значит, жизнь не удалась. Все, как бы, все пропало, да? То в Америке люди такого возраста только подносят патроны. В кадре даже просто журналисты, которые ездят на съемки, это люди, которым хорошо за 30, за 40, ведущим за 50. Почему это сделано? Для того, что в Америке очень ценится доверие к человеку. Поэтому молодой человек не может вызывать чувство доверия, потому что нужно для этого пожить и пережить многие вещи. Соответственно, этот фактор очень важен. Все остальные молодые, они пока подносят патроны и подносят кофе. Ну и ручку или там ноутбук включить. Потом же, когда достигнув какого-то опыта и возраста, они уже попадают в кадр даже на самые обычные рядовые позиции журналистов. Второе – это верстка. Верстка сюжетов, верстка выпусков новостей. У них нет понятия вот сюжет за сюжетом. Очень редко, когда идут вот такие вот, в нашем понимании, один сюжет закончился, а теперь мы поговорим о другом. Нет, все построено, как правило, на прямых включениях, на том, что происходит сейчас. Главный акцент – это то, что происходит сейчас, в эту минуту, в любой точке мира. И вы являетесь свидетелем этого. Особенно это вот было после 11 сентября, когда все происходило в прямом эфире, по сути. Вот эта тенденция сохраняется и сейчас, и будет дальше. Очень много говорящих голов. Очень много они любят мультиэкраны. Там включается, вплоть до того, что там 3-4 человека одновременно картинки не выводят, обсуждают. Потому что если какое-то событие произошло, они его обсуждают. А то, что происходит сейчас, они показывают это в прямом эфире. Вот только за счет прямых включений. Сюжетов очень мало, особенно каких-то там юбилейных, там 70 лет, там, не знаю, Вася Путкина. У них такого не бывает. Хронометражи сюжетов максимум – это минута 30. Все очень кратко, емко и лаконично. Очень любят использовать цифры, какие-то слова на видеоряде, вот, чтобы оно запомнилось. Например, там 50% там ВВП, да, они выводят цифру 50 ВВП, показывают какую-то остановку, какая-то там экономика и так далее. Все это visual language, да, они это визуализируют. Все работает на эмоциях, только на этом. Раз. Раз, так, потом, опять же, съемки с плеча. У них, вот, у нас всегда, вот, на телевидении нужно поставить штатив, чтобы, например, снял, все красиво. У них такого нет. Все, все может дрожать вот так вот, но этим они подчеркивают, что вот человек находится в эпицентре событий, там, все происходит на ваших глазах. Очень любят какой-то ролик, это может быть 15 секунд, зацикливать его. Вот у них есть там 4-5 планов, и они их по кругу пускают, и пускают, и пускают, и пускают. Особенно когда-то рак произошел, или камеры, видео с камер наблюдения, или так далее. Вот этот фрагмент, они могут его зацикливать и пускать буквально целый день, или целый выпуск новостей. Всегда и очень часто используют видео с телефонов, с планшетов, с камер наблюдения. Любые ресурсы, возможности, которые предоставляют картинку, используются. У нас же как, особенно раньше было, качество не телевизионное, не подходит, не берем. Сейчас уже как бы от этого отходит, потому что новости должны передавать информацию оперативно, и максимально вот, ну, то, что самое свежее, самое интересное. Вот. Очень много работают свиты вокруг них, да. Например, вот когда освещали церемонию Оскара, вот стоит журналист, пишет стендап, ему продюсер, значит, с телефона, с редакции получил, там, текст стендапа, ему показывают, он говорит. Поэтому у них очень нравится такая вот градация, кто что может делать, да. Вот журналист, который работает в кадре, он же типа звезда, и ему, значит, стендапы даже вот с телефона, там, приносят продюсер, и он его зачитывает. Он как бы работает, по сути, только таблом, лицом, да. Он даже может уже особо и не генерировать какие-то мысли. Есть телевизионные вертолеты, то, к чему еще на них есть куда стремиться. Да, и это все показывается, вот с вертолета прямое, там, включение и так далее, прямая картинка. Потому у них просто технически это более развито, потому им нет смысла забивать эфир тем, что вот я иду, вот машины стыд, а вот это, а вот это еще. Вот. Больше штатов, сотрудников, да, больше возможности показать события, то ли, но с разных точек зрения, с разными комментариями, соответственно, нет необходимости забивать эфир просто стримингом, там, с каких-то событий. Да, если бы у них было, произошло такое, как у нас было на Майдане, да, то, безусловно, они бы это атмосферовали вот тот же CNN в прямом эфире. Вот, с комментариями, ну, с обрыванием на комментарии, на, ну, так далее. Но это не было бы, как вот стриминг, вот, идти с планшетом и рассказывать, что это машина и так далее. Вопрос в другом уровне технический и подачи, ну, это осмысление по всей. То, что тот опыт, который можно у них взять с их телевидения, это подача информации. Информация — это то, что происходит сейчас. И нам важно вот в новостях отходить от того, что вот было, и там, знаете, за целый день, либо за несколько дней вот какие-то консервы выдавать, сюжеты, там, о чем-то, и, по сути, ни о чем. Новости должны быть реальны, это то, что происходит в данный момент. Потому акцент на прямые включения, акцент на события, которые сейчас в развитии. Либо же, если это событие уже произошло, соответственно, как бы его анализы, это комментарии этих событий. И они очень любят, опять же, это делать технически. Они, вот, на одной из предвыборной кампании, вот, та же CNN, впервые использовали голограммы. Вот, потом почему-то она заглохла, но это была технология, ну, она очень дорогая, но, тем не менее, это когда вот студия, да, и с помощью, там, эффектов можно человека вот визуализировать здесь. Хотя он находится, например, в Чикаго, да, а он находится в Нью-Йорке. Вот, то реально визуализируется из той и другой студии, человек здесь, и вы видите его, как бы, изображение, он говорит, рассказывает, движется и все. Это очень интересно смотрится. Особенно, когда он появляется, потом пропадает. Вот, вот такие вот технологии. Ну, они, как бы, сейчас играются в это все, но принцип остается тем же самым. Это оперативность. То, что происходит сейчас, в данную минуту, то должно быть и у зрителя перед глазами. Одно из отличий американского рынка от нашего, то, что они хотят информации зарабатывать, и это успешно делают. Если у нас, как правило, все СМИ – это инструменты достижения каких-то целей, политических, экономических, как бы, защита, да, своего бизнеса и так далее. И СМИ, как правило, дотационные. Многие телеканалы и так далее, они, вот, содержатся, там, олигархами, да, и, соответственно, они это финансируют. То в Америке это построено, поставлено на другой поток. Это предприятие. Это бизнес. Бизнес на информации. Поэтому они хотят совместить, вот, понятие want – хочу, commercial – то, что хочет коммерция, то, что хочет бизнес. И need – необходимость, да, public – то, что нужно обществу. Вот этот баланс, они пытаются совместить, и на этом еще и заработать, то бишь, обеспечить свое существование и развитие своих технологий, своего бизнеса. Поэтому вот этот очень важный момент, чтобы найти эту золотую середину, и чтобы средства массовой информации стали реальным предприятием, это бизнес по производству информации. Если тебе доверяют, тебя смотрят, соответственно, как бы, растут рейтинги, растет там реклама и так далее, и так далее. У нас же, вот, видите, немножко другой подход. То, что наша аудитория хавает, да, как мы говорим, people хавает, да, в Америке это не пройдет. Только потому, что другой уровень восприятия информации и развитие самого общества, самой аудитории. Если у нас можно показывать, сначала говорить, что ты один, не буду называть фамилии, там, белый, потом ты красный, потом ты белый, там, и так далее, и так далее. То в Америке сразу же, ну, если ты уже влез куда-то, а как-то какой-то ярлык получил, то очень трудно потом от этого отмазаться. Поэтому я бы, вот, сравнивая нашу аудиторию, да, и ихнюю, пришел бы к такому выводу, что просто у нас еще наши люди не созрели к кому, чтобы выдавать какой-то бойкот, или выдавать какое-то неприятие, там, того или иного журналиста, канала, СМИ и так далее. Очень короткая память на все, что происходит, поэтому все стирается, все потом опять наслаивается, потому это возможности только для манипуляции и для подальшего развития в этом ключе. Нужно понимать, что еще у многих совковое сознание, и мы это видим на примере Юго-Востока, Крыма и так далее. Очень легко зомбируемые люди, там, этими георгиевскими ленточками и идеями, там, про то, что нужно освободить от фашизма, там, страну, там, за деда, за прадеда и так далее. Понимаете, настолько почва еще в сознании людей за столько лет еще от советской пропаганды и так далее, настолько это все взращивается быстро. Вот, это нужно просто смена поколения должна произойти. В Америке это давно уже произошло, но у них не было такой ситуации, таких обстоятельств, как здесь. Потому здесь это вопрос времени, это нужно просто, чтобы поменялось поколение мышления, восприятие окружающей действительности, вот и все. Мы информационно еще настолько слабы, вообще, понять информационную безопасность Украины, это такой большой вопрос. Вы посмотрите, как сейчас происходит, что, ну, Россия своим маховиком просто задавливает. Да, есть попытки, ведь и ролики сейчас пустили, там, «Единая страна», как телевизионная общечность тоже как-то объединилась, да, везде эти флаги, названия, но, тем не менее, еще очень слабы. Самое главное – это создать правильные информационные поводы, а это конкретные действия власти. Нужно показать, кто в доме хозяин. Если мы в этом доме живем, да, то мы здесь хозяева. Если идет пожар в этом нашем доме, то нужно, наверное, его тушить, а не вносить вещи, да. Если, например, там, вот у нас есть дом, несколько комнат, у нас там в предбаннике, да, там, или где-то там в сарае, вот там, Крым загорелся, да. Вот, а мы просто взяли, перенесли часть вещей из сарая, да, отдали, вот, и перенесли его там в другую комнату. Сейчас загорелась другая комната, уже совсем рядом. Уже практически гостиная. Мы опять берем и переносим, как бы, дальше. Мы так останемся на печке тогда. Будет... Она там, она только и останется, и все. Поэтому тут важно, в защите информационной безопасности, нужно создавать правильные информационные поводы. А это правильные действия, которые будут, соответственно, освещаться. Потому что просто говорить, как стурбований, как обеспокоены, собственно, и как и Запад сейчас делает, да, что, как Меркель там с Обамой, там, шутки всякие, мы как будем сегодня глубоко сожалеть или тихо негодовать? Понимаете? Поэтому и здесь нужны конкретные действия. Тогда они будут освещаться, и даже тогда не будет соблазна этим манипулировать, если нужно конкретные действия, а не просто какие-то декларативные заявления. Проблема в том, что настолько разные мышления американцев и россиян, особенно там, вот, путинской администрации и так далее, что Америка, она не готова воспринять вот такие шаги. Они думают в рамках права, вот, вот это вот можно? Вот если ввели штраф на то, что нельзя собакам лаять, значит, оно будет работать. Или если нужно ходить там, вот, нельзя там в каком-то штате ловить судочки с коня, да, значит, нельзя там это делать. Они очень, вот, есть понятие права, вот это можно, это нельзя. И они не понимают, что это можно переступить. И этим, как бы, Москва сейчас активно пользуется. Все законы, ну, у них просто до сих пор не в состоянии шок, у меня ощущение, что как это все международные договора, гарантии, меморандумы, все это просто, ну, это бумажки остались. Поэтому они до сих пор еще пребывают вот в этом состоянии шока и не понимают, как это вообще могло произойти. С другой стороны, у них ясно, что они боятся, но глобальная экономика, все в одной лодке. Вот, и перекрыв какие-то там санкции, сделав для России, тогда ясно, что пострадают обе стороны. Вот, на это бьет Россия, ясно, что они этим манипулируют. В то же время, вот, говоря по реакции США, у них всегда есть трения с Китаем, да. Вот, в Америке все-таки Китай возрастает, это появляется очень важная сила, большой игрок на геополитической арене. Но все понимают, что они в одной лодке. Вот, все товары в Америке китайские, ну, пусть и хорошего качества, которые к нам идут. Поэтому это все бизнес. То же самое с Россией. Никто не хочет перейти эту вот красную вот линию, да, после чего начнется обвал для всех. Поэтому они и так пытаются это делать какими-то заявлениями, но они не работают. Этим активно пользуются Путин. Вот и все. Поэтому его вряд ли что-то остановит сейчас. Это какое-то негодование, либо обеспокоенность, как мы будем говорить, американцы, либо западные лидеры. Спасибо.